Слава Украине! Привет всем от Полонского. И вы знаете, я в Венгрии определяю очень малое внимание, и вообще мы об этом практически никогда не разговариваем, но последние поступки Орбана, ну просто уже, знаете, оно просто куплено Путиным. И как-то по-другому характеризовать лично то, что он творит, я не могу. Значит, мало того, что он ненавидит Украину и там объявил Украину несамостоятельным государством, что он там еще малого, подскажите мне. Я особо не слушаю, как бы, что он умелет. Там уже одна история с нашими военнопленными. Одна чего стоит, да, которые они там при помощи РПЦ из одного плена в другой перетянули. Только троих потом, в Венгрию уже, значит, только троих удалось потом освободить. Поправьте меня, если уже больше освободили к настоящему моменту. Но, ладно, бог с ним, оставим даже это в покое. Значит, он же просто подыгрывает Путину. Но посмотрите, что он сделал с расширением НАТО. Тут даже, я вам говорю, тут даже не надо никаких Путиных. Тут, собственно говоря, Орбана достаточно. Он взял, значит, его партия, за которую, кстати, венгры проголосовали. Не Пушкин же за нее проголосовал, а венгры. И, значит, они отложили вопрос о принятии Швеции в НАТО до осени. Как вам это нравится? То есть, он у Путина заглотнул настолько глубоко. Я не знаю, что и как, и при каких обстоятельствах. Но, как с моей точки зрения, это вопрос в деньгах все-таки. Что он каким-то образом берет у Путина деньги. Каким, я не могу вам сказать. Но это мое личное впечатление. Что он сидит очень четко на крючке. И абсолютно полностью все делает, как ему говорят из Москвы. То есть, знаете, такой троянский конь внутри НАТО. Который желательно бы, конечно, оттуда вышвырнуть. Я имею в виду Венгрию сейчас. Как и из Евросоюза, кстати, то же самое. Это мое личное мнение. Но, вот такая страна. Точнее, премьер-министр Выродок. Значит, он заблокировал фактически. Ну, временно, пускай. Вступление Швеции в НАТО. Ладно, я говорю, ты ненавидишь Украину. Окей, хорошо, это понятно. Ты нас ненавидишь. Ты там мечтаешь о том, чтобы Путин взял Киева. А ты тогда сможешь отжать Юджгород. Это все понятно. Это все читаемо. Это все абсолютно очевидно. И, знаете, такие полюции престарелого павиана, которым никогда не сбыться. Но, когда он уже блокирует вступление Швеции, фактически блокирует в НАТО, то встает вопрос, а кто нужнее НАТО? Какая-то там Венгрия или все-таки Швеция? Как по мне, Швеция на три головы выше во всех отношениях. Поэтому, ну, НАТО нужно что-то решать. Какие ЕС, вот с этой, так сказать, страной, с Венгрией, которая, ну, просто-напросто, во-первых, позорит, как ЕС, так и НАТО. Это первое. Ну, ладно. Там это уже такие теории. Ну, позор, не позор. Но оно реально работает на врага, на Путина. И пока там у власти Орбан или вот эта вот пришизненная слегка партия прибабахнутая, ожидать от НАТО каких-то там более-менее адекватных шагов вообще не приходится. Потому что, ну, потому что внутри НАТО сидит фактически член ОДКБ Орбан и его банда.